Итак, чувство собственного достоинства укрепляется в отношениях с Богом. Оно становится сильным, ярким. А чувство собственного достоинства – это маятник человека по дороге к удаче, к счастью. Все люди говорят, Олег Геннадьевич, ну когда вот это придет в мою жизнь? Ну сколько можно уже? Ну вот это когда? Все это происходит благодаря контакту с Богом. И даже в форме природы. Я уж не говорю о форме молитвы, вот этот контакт более сложный. То, что я сейчас включил вам, допустим, песнопение. Вот эти вот люди собрались кружочком так вместе и поют, а будет. Это сложно понять. Вот глубоко сложно понять. А контакт с природой легко понимаемый. Контакт с Богом дает другой результат, он очищает сердце очень глубоко. То есть вот контакт с Богом, там, понимаете, там в судьбе есть, как бы, в судьбе есть такой слой, где еще не вышли вот эти вот узелки для судьбы. Ну то есть там, вот смотрите, вот есть шарик судьбы, да, в середине душа. А между ним, между шариком и душой есть пространство такое, такое, как оно вот такое жидкую природу имеет, как это пространство нашего настроения. И туда в это настроение из судьбы выходят такие песчинки, вырывает время. И как только плохая песчинка вышла, все это пространство настроения чернеет. То есть эта песчинка как растворяется в нем, и оно чернеет все это пространство, становится очень плохим. Вот. И мысли о природе, они очищают вот это пространство, у тебя настроение лучше становится сразу. А мысли о Боге очищают эти песчинки, которые еще не вышли даже. То есть тебе и плохо не станет потом, если ты думаешь о Боге, понимаете? То есть так это действует. И поэтому ты не чувствуешь, что что-то меняется. Вот ты думаешь о Боге, они, мысли о Боге очищают вот это пространство, где песчинки судьбы живут. А мысли о природе очищают твое настроение. Вот у меня сейчас настроение в сердце полностью очищено. Я вообще ничего не чувствую плохого, что что-то есть у меня. И вот скажешь, хорошо вам жить, Олег Геннадьевич. Ну так живите, так жить, что-то вам мешает. Вы же как бы, вы не обделены же, правда, можете пройтись, прогуляться, пожелать всем счастья. Вот. Природа что делает? Она делает человека сильным, удачливым. У него появляется сила. Жить. Люди так же делают. Это разные виды удачи. Вот что за вид удачи от природы? Как чувство собственного достоинства природа наполняет? Как люди наполняют? Люди наполняют человека такой проникновенной силой, в которой ему легко... Вот если у человека есть добрые друзья, у него такой проникновенной силой наполняется, что ему легко все вопросы решать в своей жизни. Ну даже он не спрашивает Олег Геннадьевича, когда я выйду замуж. Девушка не спрашивает, потому что она чувствует, что... Выйду, когда мне надо. Она чувствует, вот так действуют добрые друзья, то есть проникновенная сила. Человек чувствует себя очень неустойчиво в жизни. Когда я устроюсь на работу, если есть добрые друзья, вот эта доброта, отношения с людьми добрые. Да, легко устроюсь, без проблем вообще. И он так чувствует, потому что так оно и есть. Не то, что он себе придумывает что-то. Ну то есть человеческая сила меняет человеческую жизнь. У нас и человеческая жизнь означает социум. Чтобы выйти замуж, нужно любить людей, нужно включиться в отношения с ними. Именно близкие, дружеские, вот такие глубокие отношения, включиться с людьми. И сразу человек копит эту силу, влияние на судьбу, человеческую судьбу. Означает устроиться на работу, выйти замуж, подниматься по лесенке служебной и так далее. Все эти виды действий нуждаются в человеческой энергии. Вот это именно человеческая энергия. Есть люди, наполненные человеческой энергией, они легко идут по дороге судьбы. Они такие удачливые. А есть люди, которые не наполненные, у них нет человеческих отношений. Они такие, им хочется счастья, им нету. Тяжело, потому что нет силы. Выходят на арену силачи, Не бедая, что в жизни есть печаль, Они подковы гнут, как калачи, И цепи рвут движением плеча. Понимаете, то есть, ну, Эта сила, Ну, сила Приобретается, Человеческая сила, благодаря любви к людям. Попытайтесь это понять. Если вы это поймете, Вы будете прилагать вот свою любовь к людям. И в результате Между вами и людьми Установится такая связь, Определенная добрая связь, Вот такие добрые отношения. Вы начнете верить через эту связь В человеческую доброту. Вера означает сила, это вид силы. Ну, допустим, Верю я, что я подтянусь на турнике или нет, Это все зависит от силы. Если у меня сила есть, Я верю, что я подтянусь. Нужна сила. Верю я, что я выйду замуж. Если у тебя есть сила, ты веришь. Нет силы, не веришь. Нужна сила человеческих отношений. Человек, когда служит людям, Человеческая красота открывается ему. И тогда он к любому начальнику приходит, Он видит человеческую красоту в этом начальнике. Не его пост, не положение, А просто человеческую красоту. И он с ним разговаривает, Как с человеком. И сразу начальника расслабляет. Он такой думает, о, хороший человек пришел. Надо брать на работу. Человеческие отношения. Сила, человеческая сила в нем. Это происходит благодаря тому, Что ты, служа людям, Видишь в них красоту человека. Служа людям, человек видит не красоту. Почему видит? Потому что, Служа людям, он наполняется От близкого человека такой силой, Которая пробивает потом Все препятствия в людях. Вот каждый человек имеет какой-то заслон от тебя. Ну, такой препятствий, преграду. Ну, это защитная реакция такая. Он защищен от тебя стеной такой. И тебе кажется, Что у него там за стеной ничего нет. Он бронированный весь. Вот. Но за броней там есть человеческое качество. Хорошее качество человечества. У каждого человека. Но для того, Чтобы эту броню пробить, Надо, чтобы ты опирался На энергию любви к людям. Вот тебе надо вот этой энергии много. И ты с помощью нее так Ба-бам! И пробиваешь вот эту броню. И способность чувствовать, Что ты любую броню пробьешь, Называется Чувством собственного достоинства. Или силой достоинства.